Здравствуйте, мои хорошие, мои любимые! Теремукалли. Смотрите, что у меня есть. Мы начистили бруснику два ведра и теперь будем с вами из нее готовить. Я хочу показать вам целую линейку, серию роликов о том, какие варенья, именно варенье я бы хотела, можно сделать из этой замечательной ягоды и что я вообще буду из нее делать. Ну, во-первых, я бы хотела ее просто растереть с сахаром и в холодильник поставить и кушать с блинами просто. Как можно меньше сахара, как можно меньше варки, чтобы сохранить все эти питательные вещества. Ну, а в семье дети и они же хотят блинчиков. А какие вкусные блинчики с брусничным вареньем. А какой вкусный пирог бабушка называла у меня в детстве его московский пирог. Он с решеткой наверху из дрожжевого теста с брусничным вареньем. Вы бы знали, это просто сказка. Можно сделать салат, можно сделать несколько видов вареньев. Можно сделать классическое. Классическое варенье из брусники. И вот давайте сегодня как раз и сделаем. Сварим вам. С вами классическое варенье из брусники. Брусничное варенье. Так, давайте попробуем сварить. Классическое. Вот первый рецепт, первый вариант. Нам нужно перебранная чистая ягода брусника. Я беру 600 грамм сахара на 1 килограмм брусники. И 1 децилитр, 100 миллилитров воды. Взвешиваю. Обязательно кухонные весы у меня есть. Я взвешиваю сейчас килограмм ягод и отправляю их в кастрюлю вместе с водой. Выливаю сюда 100 миллилитров воды. Теперь 10 минут это должно все повариться. Мешаю я деревянной ложкой. Это у меня бабушкина деревянная ложка. Такая большая кастрюля у меня. Широкое дно. Толстое. Минут 10 она покипит на не сильном огне. И я пока сахар приготовлю. Начала она у меня немножко булькать. Я даже таймер поставила на 10 минут. У меня на двоечке она кипит. 10 минут прошло. Плита пропипикала. Видите, она немножечко как будто проварилась. Теперь потихонечку. Я взвесила 600 грамм сахара. Потихонечку мы этот сахар туда насыпем. Потихонечку. Ягоды становятся как будто бы прозрачные. Легко лопаются. Так должно быть. Вот так потихонечку. И она будет себе чуть-чуть побулькивать. Пыхтеть тут. Знаете, в доме уже так вот хорошо очень пахнет. Как-то вареньем. Осенью. Вот осень и есть свои прелести. Многие говорят, вот осень. Ноябрь, дубабрь. У меня теперь депрессия. Еще что-то. Дни короткие. Ноют. Ой, не знаю. Мне нравится. Ужасно нравится. Вот сегодня, например, в Таллине дичайший шторм во всей Эстонии. Шторм, штормит. Показывают кадры с моря. Там волны захлестывают. Боже мой, дождь, ветер. Ласково треплет арматуру за окном. А мне нравится. Мне так хорошо. Уютно. Дома, в тепле. Пахнет вареньем. Все дома. Чисто. Тепло. Уютно. Наоборот, хорошо. Я люблю, когда не насти и не погода. Тогда особо ценится уют дома. Хочется чего-то делать. Украшать, мыть. Что-то вкусное приготовить. Порадовать своих близких. Так, вот все 600 грамм я вмешала сюда. Очень нежненько, не поранив ягодку. Я вот так аккуратно. И теперь она у нас с вами покипит. Ну, вот минут 40, наверное, прошло. Оно видоизменилось. Похоже оно уж на варенье. Я уже мою банки в посудомойке сейчас. И разолью. В общем-то, вот и все. Баночки помылись. Мы теперь будем переливать с вами варенье. Я всегда разного калибра стараюсь взять банки. Особенно мне нравятся вот такие небольшие. Ой, в них самое вкусное. Тыкать ложкой. Как оно пахнет. Детством, бабушкой, пирогами, лесом, дачей. А за окном бушует непогода. Как уютно. Как уютно и тепло на душе, друзья. Никакая осенняя хандра не возьмет, когда такая прелесть вокруг. Ой, я банок-то намыла. Что-то здесь рассчитывала на очень большое количество. Ну, смотрите, какая красота. Сейчас мы вытрем салфеточкой все это. Специально беру полотенце, потому что горячие банки. Вот килограмма ягод у меня получилось две вот такие банки. Кристина любезно предоставила мне наклейки. Я написала. Насколько я знаю, в продаже есть вообще такие специальные наклейки. Красивые специальные банки. Но на меня новое хобби обрушилось внезапно. Поэтому вот эти баночки у меня были вот такое, но не очень. Но жидковато, я это, наверное, сказала вот так. Две такие банки с килограммом. Я написала здесь, что это брусничное варенье. И для себя лично соотношение, что один килограмм ягод и шестьсот сахара, сахара, чтобы я как бы знала. Ну вот. Ну, естественно. Я залезла в кастрюлю, в банку. А здесь я пальцем и ложкой. Ну, по дну кастрюлю. Меня не передать, друзья. Это не передать. Какая-то нереальная вкуснота. Просто сумасшедшая вкуснота. Ой. Невероятно вкусно. Экспериментируем дальше. Мои хорошие, я не удержалась. Сегодня еще сварила по классическому рецепту. Один к шестистам этого варенья. Вчера, вы помните, у меня было две баночки. Сегодня слегка прибавилось. Ну, так оно мне понравилось. Ну, такое оно вкусное. Такое оно чуть-чуть с горчинкой. Просто невероятно. Сегодня у меня после кастрюли осталась баночка. Вот такая, ну, остаток. Боже мой, я только и лазаю туда ложкой. Какая там зима? Боже. Ну, это такая вот горчинка специфическая, но просто у меня просто нету слов, как это все вкусно. Была сегодня в магазине и купила специальные этикетки. Чтобы не тырить у Кристины ее наклейки с холодным сердцем. Тут купила простые для тетрадок. Вот такие специальные, оказывается, клеятся на тетрадку. Специальные продаются. Их-то много так. А я все какие-то для тетради покупала неизвестно что. То есть на вот эти цветные тетрадки, что я жаловала, специально выпускаются наклейки. Подписывайте. Учитель все четко видит. Ча тетрадь и так далее. В общем, я буду сейчас написывать про варенье. Ой, это все шипит. И буду убирать уже в шкаф. Ну, классическое варенье мы с вами сварили. Яблок, пока я еще не достала. Я поняла, что надо доставать Антоновку. Поняла. Яблоки должны быть кислые, когда они особо желтые. Они уже не кислые. Все поняла. Вас прочитала. Всех большое спасибо. Вы мне очень хорошо помогаете, подсказываете. В общем, сегодня, поскольку у меня яблок нет, а руки чешутся дальше творить с этой брусникой, я думаю, что сегодня, да это, наверное, самое главное. Поменьше сахара, побольше сохранять вот этих натуральностей, витаминов. Поэтому сегодня я ее хочу растереть с сахаром, к сожалению. Растереть сырую и по банкам, и прямо в холодильник поставить, чтобы она там стояла. Мама залила вот это вот все водой, как клюкву, черпает оттуда и все это закусывает, значит. Я, ну, поскольку у меня ведро, а у нее было только полведра, поэтому у меня здесь возможности побольше. Сегодня я разотру ее с сахаром, ну и, естественно, сырую я оставлю тоже, конечно, тоже замочу, чтобы просто так ее кушать тоже обязательно. Вот, так что сегодня растираем, перебираем, моем, чистим, все, вы сами это прекрасно знаете. Ну, вот у меня в чем дилемма. Мы вот сидели сейчас с мужем, спорили. Я, значит, что решила взять блендер такая умная. Думаю, сейчас я это две минуты, да, да не минуты, меньше. С сахара туда блендер, все, разлил по банкам. А, вот, муж говорит о том, что это все-таки вот это железо, это механическое, на ягоду, она ее просто разорвет, эту ягоду. И будет это суп, суп, каша, как угодно, да, сок, как пюре, я не знаю что. Ну, в общем, не будет этого того, чего надо. Надо бы, по сути, взять деревянную толкушку, насыпать туда сахаром. Вот, кстати, сахара сколько, я тоже не знаю, на сырую. Ведь она хранится и без сахара. Ну, может быть, на вкус, по сути, она ведь так стоит, да, меньше этого сахара нужно. Но там, где в семье дети, муж, гости, вот это, да, нужно будет что-то все-таки. То в варенье, то в блинчик, то там еще что-то, ну, нужно с сахаром тоже иметь. Я все понимаю, барцы за здоровый образ жизни, сахара поменьше, но, наверное, нам, взрослым, скорее всего. Но Кристине не объяснишь, что надо сидеть и грызть без сахара вот эту бруснику. Вот, поэтому сырую, растертую максимально, сколько мы можем спасти этих витаминов, мы оставляем их им. Хотя она, как я вам говорила, сохраняет и после термообработки все свои качества. Ну, так пишут. А у брусники я не спрашиваю. Вот, так что, в общем, блендером на халяву за 2 минуты я понимаю, что делать не стоит. Деревянная толкушка у меня на даче. И единственное, что у меня есть, у меня есть бабушкина деревянная ложка, которая совсем маленькая. Вот это вот. И, может быть, насыпать тогда сахар и сидеть, растирать это ложечкой, так сказать, по старинке. Деревянная ложка. Это, наверное, было бы правильней, да? Как вы думаете? Или так, шурануть блендером и разлить по банкам? Или это все-таки халтура и металл разорвет ее, вот эта вся скорость? Как вы думаете? Или все-таки нужно деревянной этой вот? Напишите мне. Вы мне пока пишите, я вот деревянной порастираю, а следующую сырую вот сделаю, как советуете. О, у меня здесь экспериментов много и на сырую, и на всякую, и на яблоки. Вот я просто беру кружкой сюда, теперь помою. Вот, ну, я даже не знаю, какой объем, сколько сахара. Ну, наверное, на вкус. И все-таки я решила, да, не пользоваться блендером, блендометом, хотела сказать. Вот это из подварения вымою. И попробую просто ею сидеть вот так вот давить по старинке, так сказать. Ну, не знаю, правильно это или нет. И по банкам. Ну, и тогда я ее в холодильник поставлю. Здесь сахара я сахару на глаз. Много его, я так понимаю, не надо. И вот буду теперь сидеть, как золушка. При наличии техники и помню о том, что я могу это сделать за 30 секунд, буду сидеть и растирать. Но вот почему-то мне тоже кажется, может быть, это энергетика. Знаете, вот сидишь сам деревянной бабушкиной лолочкой. А не все эти бжики. Электроника всякая. Так она больше настоящая, что ли, я не знаю. Ну, что же так считает. Может быть, с деревянной толкушкой, но вот у меня ее нет. А я вам хочу сказать, что это труд. Ого-го! И понимаю тех, которые делают в блендере за 5 минут. У меня кисть вообще еле работает уже. Она же такая твердая, эта ягода. Она вообще не... В общем, провозилась я достаточно долго, рука устала. Ну, да ничего. В общем, вот такое у меня получилось в итоге. Не знаю, достаточно ли это для растирания. Теперь я фасую под банком, надписываю и в холодильник поставлю. Вообще, я люблю всякие разные такие вот маленькие баночки. Вот такие пузатенькие баночки люблю. Вот, ну, в общем, разные. Тогда как-то приятнее, что ли, брать на стол ставить. Эстетическая, так сказать, часть подачи блюда тоже имеет все-таки огромное значение. Когда просто так шваркнешь пару столовых ложек пюре и мясо кусок, шмякнешь. Шмякнешь это одно. А когда это все еще красиво украсить, да на салфеточки подать, да знаете, даже как-то и приятнее становится и себе, и людям. Я всегда за красивую подачу. Это просто улучшает настроение. Не с какими-то там задними мыслями. Еще какую-нибудь тематическую композицию под нос поставить. И тогда вообще хорошо. Вот осенью уже начинает вступать в полные права. Надо подумать о чем-нибудь, чтобы красиво как-то все это подавать. В смысле украсить. Какую-то тематическую композицию, что ли, сделать. Мне кажется, что именно вот эти мелочи очень много дают, очень много создаются за счет вот таких вот именно мелочей. И что-то по кругу вот так. Веточка тут, салфеточка там, и уже приятней. Для того, чтобы создать уют и тепло, не обязательно сильно затрачиваться. Или выдумывать, бог знает, что какие-то там композиции, голову ломать. Просто от души пару веток воткнув. И все. Ну, смотрите, аппетитно как. А больше всего я люблю, когда остается. Вот это называется на сейчас. Вот на прямо сразу. Сейчас я заварю чай, допустим, какой-нибудь даже ромашковый. И вот несладкий его. И вот несколько ложек такого, такой растертый с сахаром, уже попробую. Так что давайте пить чай. Присоединяйтесь ко мне. Берите свои кружки. И будем пить чай с брусникой, растертой с сахаром, с натуральной ягодой. Она не подвергалась термической обработке. А смотрите, не так и много получилось. Какой бак я тут мякало стояла руками. А не такой большой выхлоп, как говорится, вышел. Сейчас я, конечно, их все напишу, даже если они будут у меня стоять в холодильнике. Я, женщина, забывчивая. Все забуду немедленно, что это стоит и почему. Поэтому сейчас напишу, наклею. И сегодня у нас вот второй рецепт. Сырая, растертая брусника с сахаром. Написала еще на все банки. Я написываю число тоже. Прямо так и написала, что сырая, брусника с сахаром. Число. Все. Эти банки идут в холодильник. Вот такие у нас с вами заготовки. Продолжение следует. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Не забывайте. Делайте, пожалуйста, репосты видео, чтобы их увидели как можно больше людей. И всем вам до свидания. И солнышко в душе. Субтитры сделал DimaTorzok